Хочешь жить, хочешь кушать, одевай маску. Не хочешь одевать маску, иди в камеру. Не хочешь в камеру, иди в психушку. Не хочешь в психушку, ну мало ли что ты хочешь. На вязки посадят, обколят и все, и до свидания овощи. Вот и вся жизнь твоя. Теперь покушать не дадут, дышать не дают и кушать не дают. Он вроде как выглядит человек, но у него плечи всегда выше погон. Вот если такой приедет, то с такими надо научиться разговаривать. Именно что такое физическое лицо. Это неудушевленная передняя часть человеческой головы. То есть он буквально хочет, чтобы ты примерил маску актера. Играл роль физического лица. Именно надо научиться разговаривать. На словах его называешь быком. Еще и при этом думаешь, что он бык. Он и обязан вести себя как бык. Так кто приедет? Бык или человек? Минотавр что ли или кто? Какой смысл Минотавру объяснять, что такое закон? Да его скручивать надо быстрее, пока врага свой вход не пустил. Я потому что ни разу не встречал другого, понимаешь? В моей жизни я не видел ни одного. Ни одного. Ты в отделе бывал? Нет? Там у всех плечи выше погон. Так ты говоришь, зачем им благодарствовать, ты говоришь? Ты что, псих что ли? Дай алгоритм действия в суде. Нету такого алгоритма. Это ты перед творцом все равно ответишь. Рано или поздно. И потом не удивляйся, что ты прилетел обратно. Ты вот в эту жизнь зачем сюда пришел? А в войне и в борьбе всегда есть проигравший. Ты хочешь быть проигравший, пострадавший? А в учебе есть проигравший, пострадавший? Из школы выходят выпускники. Иди учись дальше, мы тебе ничего не можем дать. Это очень трудно заметить, когда тебя бьют электрошокером, чтобы вокруг тебя учителя. И знаешь, что он сказал? Да будь ты человеком. А я его поймал на слове. И вообще заявили, пиши крови. На туалетной бумаге, которой нет. Там целый сериал надо снимать. На 62 серии. А на пенсии они никому не нужны. Про них все забывают. Вот мне это не надо, чтобы они боялись. Про нее можно сказать, что у нее мантия выше плеч. Согласен? Да. Далее. Антон, привет. Привет. Меня зовут, я из города. Я говорю, еле-еле наоборот твой телефон. Просто в ютубе все. Звони, отзвонят тебе по телефону. Там где взяли они телефон? Сообразили. А нет, сейчас видел, смотрел видео, короче. И опа, вижу, что ты там вконтакте тут стоишься. Думаю, опачки. Надо туда залезть, короче. Слушай, у меня, короче, есть такой вопрос. Не знаю, я сталкивался, ты в таком не сталкивался. Сейчас захожу в магазин. Я вообще, по сути, хожу без масок. А они мне тут же говорят, короче, мы тебе не продадим или мы вызываем полицию. Ты представляешь, что они мне говорят? Я говорю, называй, только я ждать не буду. Я говорю, сначала это. Они говорят, да они вас оформят. Я говорю, а вас они не будут оформлять, что вы просто незаконно не продаете. А они просто, просто они говорят, что у них крыша, полиция. Все, они видали все это дело. Я вот что хотел спросить. Смотри. По сути же, можно же сразу свое дело начинать. Мусорарицы спрашивают, ты кто? Я живой мужчина. А ты кто? Такой диалог можно? Или же они увезут? Или что они там делать будут? Протокол кого? На кого составлять? Против протокола. У меня такой конкретный вопрос. Так ты ушел? Я ушел, да. Я с похоронами меня там товарищами. Промерз на кладбище и домой пошел. Ну, во-первых, надо с собой всегда иметь телефон. И на телефоне программу видеозаписи обязательно иметь. Чтобы включил и забыл. Это программа или просто я включил видео? Ну, или так. Так, ну, лучше программа, которая позволяет снимать при выключенном телефоне. Опачки. Ну, я видишь, я непросвещенный. Что такое за программа? Есть какие-то? Скажи мне, я скачаю. Их много? Ну, я просто не понимаю в этом, понимаешь? Я вот начинаю только разбираться. По сути, вон у меня компьютер стоит. Вообще ничего не понимаю. У меня дочка приезжает и говорит, папа, ты че, говорит, вообще что ли? Ну, по телефону разобраться не могу. Ну, как-то, блин, не знаю. По школе у меня еще не заложено это программирование и тому подобное. Ну, а ты в курсе, что в камере нет ни телевизора, ни телефона, ни ручки, ни бумаги. Не, ну, ручка, бумагу там еще можно найти. А вот в психушке ни ручки, ни бумажки и даже карандаш не дадут. Нифига себе, не так себе вести, блин. А вот пока на воле? Пока под рукой телефон, пока под рукой компьютер? Ну, компьютер я как-то... Ну, я осваиваю, мне племянник помогает. Я там маленько уже что-то учусь, учусь, конечно, я учусь. Но я не могу. Я вот смотрю, ты там что-то быстро туда-сюда и думаю, блин, как это за что делать? Понимаешь? Я могу тебе дом построить. От фундамента до крыши и отделку внутри сделать. А вот компьютер мне сложно дает. Ну, может быть, не сложно, может быть, я просто еще на такой стадии изучения. Что ты уперся в этот компьютер? Я тебе ни слова про компьютер не говорил. Я тебе спросил программу, скажи мне какую, я скачаю тебе на телефон. Как называется? Так она, бери видеозапись при выключенном телефоне и сразу найдешь. Ага, понял. Ладно. Ну, а теперь вернемся к тому моменту, по какому вопросу я тебе задал. Надо было и дождаться? Так, дело твое. Уже не надо было. Дело твое. Вот тебе выбор конкретный. Хочешь кушать? Хочешь жить? Хочешь кушать? Одевай маску. Не хочешь одевать маску? Иди в камеру. Не хочешь в камеру? Иди в психушку. Не хочешь в психушку? Ну, мало ли что ты хочешь. На вязки посадят, обколят и все. И до свидания, овощи. Вот и вся жизнь твоя. Я понимаю, о чем ты мне сейчас говоришь. Я не хочу одевать маску. Не хочу кушать. И большинство магазинов, в которых я ходил. Это просто первый раз у меня такое. Я же говорю просто. Они говорят, да нам все равно. Мы сейчас вызовем полицию. Ну, просто беспредел, да, получается? Этот беспредел в нашей стране уже очень давно творится. И за счет того, что вы никогда с этим не сталкивались, и за счет того, что вы пока было время, ни компьютер не изучили, ни юрисдикцию, ни права, ни канонические права там всякие. Ну, ничего не изучали, думали, а, меня это стороной обойдет. Знаете, дождались. Теперь покушать не дадут. Дышать не дают и кушать не дают. Да, да, да. Прямо в суде дышать не дают. Запрет на дышать. Разрешите, я там смотрел видео. Нет, дышать запрещено. Вот я и хотел это узнать. То есть, я понимаю, как в суде. Много видео посмотрел. Да, стоять на своем и никаких поводов в суде дать. Плохо слышно? Алло, алло. Да. Слышишь? Да. Я говорю, я понимаю, как ты в суде себя вел. Но вот этим, которые приходят, они-то вообще как беспредел работают. Называемые мусора. Нет. Я и хотел тебя поинтересовать, как к ним сразу же надо относиться. Ну, во-первых, не как к мусорам. Как к кому? Если он идет, он просто понимает, что себе был нарушитель. Да, он там был полицейский, был бы. А он уже конкретно идет просто-напросто меня под статью подводить, писать о меня. Как его назвать? Они обычно вдвоем приезжают. Ну, либо один участковый приезжает. Вот он приезжает в форме, правильно? Да. Под погонами что находится? Жетон? Нет, под погонами. Под погонами? Да. Место для погонов. Место для погонов? А это место для погонов где находится? На его плечах. Ну, то есть плечи? Плечи, да. А плечи кому принадлежат? Ну, вот этому кто приехал, откуда я знаю. Ну, вот это кто приехал, он кто вообще? Ну, вот так вот. На первый взгляд, на кого он похож? На человека одетого в форму. На человека? Полицейского. Ну, на человека похож, правильно? Ну, да. Тут и многие голова разговаривает человек. Ну, да. То есть либо мужчина, либо женщина. Да. Ну. А почему ты мужчину, либо женщину называешь мусор? Ну, человек, который уже едет заранее, ему звонят и говорят, что у нас тут без маски. То есть он же понимает, что он едет оформлять статью? Скорее всего, соображает. Ну, вот. Как его можно еще назвать? Если он уже заранее идет на преступление? Его можно назвать вот дословно. Человек, который заключил договор, поставил свою роспись под договором. То есть взял сам на себя добровольно определенные обязательства. При этом надел форму. То есть плечи у него теперь ниже погон. Он, по идее, должен исполнять полностью, действовать строго в соответствии с законом. А дальше все зависит от того, что находится, точнее, кто находится под погонами. Если там действительно человек, то у него плечи выше погон никогда не будут. Он никогда против закона не пойдет. И всегда будет с собой разговаривать по-человечески. А вот если приедет некое подобие человека, он вроде как выглядит человек, но у него плечи всегда выше погон. У него погоны там где-то под подошвой, ниже плинтуса, как говорится. То есть он буквально эти погоны ходит и топчет ежесекундно. А плечи у него всегда выше погон. Вот если такой приедет, то с такими надо научиться разговаривать. Я тебя и спрашиваю. Ну? Научиться разговаривать. С чего начинать такой ситуации? Как с чего? Давайте познакомимся. Либо по закону Российской Федерации, либо же как живой мужчина. Вот что в твоей практике показывает, что живой мужчина как бы более практично, да? А я и так, и так умею общаться. Дело в том, что когда им, ну, говоришь, там, ну, там, естественно, представьтесь, там, то 30, и пошла процедура, на каком основании? И они начинают лепить какой-то, там, губернатор и тому подобное. То есть он тебя не слышит. Он не понимает, что губернатор не имеет права издавать закон. Что закон не вышел правительством. Ему все равно. Ему надо на тебя оформить протокол. Как с ним разговаривать? Уже после того, как объяснил все права и обязанности. Стоп, ключевая фраза на тебя. Оформить протокол на тебя, ты сказал, так? Нет, его, я сказал не на меня, я сказал, у него ключевая, оформить протокол. На кого? На физлицо. А ты кто? А я человек, я мужчина. Но? Я не физлицо. Физлицо это, вон, я не знаю, кто, паспус мой, вон, что они там сделали когда-то там. Обманули весь народ. Вот это физлицо. А я живой, я из плоти, какое я физлицо? Знаешь, что такое физическое лицо? Ну, это вон, паспус мой. Физическое лицо это то, которое не имеет правства, я так тебе скажу, как я это понимаю. Физическое лицо это то недееспособное лицо. Правильно? Тут возникает вопрос, что такое недееспособный? Ну, это который не может за себя отвечать, не может за себя слово сказать, то есть вообще никто. Нет, неправильно. Неправильно, а как? Не умеет пользоваться своими правами процессуальными и юридическими. Это физическое лицо, да? Это недееспособный. А, недееспособное, а физическое лицо это кто? А физическое лицо, это ты его назвал недееспособным. А я тебе говорю, что такое на самом деле? Именно что такое физическое лицо? Я говорю, это, наверное, так-то, бумагно. Нет, давай, стой, да слушай, давай разбирать по словам. Физическое слово. У нас наука о физике чем занимается, что изучает? Много чего. Электричество, я не знаю, движение. Движение. Ну, ты физику изучал в школе? Нет, если честно. Так, прослушивал. Плохо. Подсказываю. Биология изучает, занимается изучением живых биологических объектов и субъектов. Логично? Да, да. А физика чем занимается? Физика занимается. Физическим, наверное. Ну, как тебе объяснить-то? Я понимаю, о чем ты говоришь, только я не могу выяснить слова это выставить. Ну, а как ты собрался общаться с так называемым мусором, если у тебя даже вот этого, ты относишься к этой информации как к мусору даже. Ты даже вот к этой информации относишься как к мусору. Оно у тебя не задержалось, ты ее выкинул. Ты ее просто к себе в голову не взял и выкинул в корзину. Да, может быть и так. Не придал значения, что такое даже физическое лицо. Поясню, физика занимается изучением явлений в природе, в общем, изучением неодушевленных всяких этих явлений, то есть всяких явлений, которые не относятся к биологическим объектам. Ну, то есть не живую природу изучать. Согласен? Неодушевленные предметы. Да. Да, понял. А что такое лицо? Ну, это многое, что может проставать. Ну, допустим, лицо, это то, которое у меня... Лицо мое на голове. Вот это мое лицо. Лицо на голове? Лицо. Вот у меня есть голова, на нем есть нос, уши, рот. Вот это лицо. Ну, а вот это все где находится? С какой стороны лица? Ой, головы. Впереди. Ну, что такое лицо? Ну, блин, я не знаю. Как мне объяснить-то? Ну, ты даже такие простые вещи не можешь сформулировать. Что такое лицо? Ты только что сказал, находится на голове. С какой стороны находится головы? Передней части головы. Ну, что такое лицо? Передняя часть моей головы. Ну, не обязательно твоей, любой головы? Любой головы. А у животных как это называется? Морда. А морда это что? Передняя часть животного. Животные головы? Животные головы, да. А лицо – это передняя часть именно человеческой головы, правильно? Да, да. Вот теперь соединяем все вместе. Физическое лицо – это неудушевленная передняя часть человеческой головы. Ну да, с нормальной метрактовской точки. А теперь вспоминаем, что одевают на маскараде. Маску. Маска похожа на физическое лицо? Конечно. Вот вам и равенство. Маска, физическое лицо равно маска, равно личность, равно персона, равно гражданин. Это все маски. Это буквально, вот ты приходишь в этот театр под названием «Суд», и если так называемого судьи удается на тебя, ну так, не буквально, а на слова… Надеть маску. Да, навесить на тебя вот эту персону, то есть он буквально хочет, чтобы ты примерил маску актера. Играл роль физического лица. Это я понимаю. Это я понимаю. Ну? Что они хотят? Я… Мы… Подожди, про суд мы поговорим позже. Мне вопрос… Вопрос же, ты же мы услышал, да? Если приезжают беспредельщики, ладно, неважно, там, приехал, если законопослушный, да, там, полицейский. То есть он составил протокол там на них и все. А если приехали те, кто не понимает, что они просто так погоны одели, как с ними-то разговаривают. Ну, те, у которых погоны выше плеч. Да. Ну, и с ними надо научить разговаривать. Я понял. Но в какой трактовке-то лучше начинать с ними. И если ты им говоришь вот все вот эти вот пункты, да, что губернатор не может, и вот постановление президента и тому подобное. Они говорят, мы тебя задерживаем. И не говоришь, давай протокол задержания. Вкрутили, повезли. Написали протокол. Тебе что нужны? Советы и как себя вести или как разговаривать? Как разговаривать? Как разговаривать? Ну, культурно, вежливо, без матов, без оскорблений, не повышая голос. То есть они сказали, все, садись, поехали. Ну, конечно, поехали, да, не повышаешь голос, поехали. Ну, чтоб ты понимал вообще, что они могут, что они не могут. Во-первых, нужно изучить законы РФ. Все их инструкции, согласно которым они действуют. Если он тебе сразу сходу говорит, поехали, ты его спрашиваешь, на каком основании, каким нормативным правовым актом вы регламентируете ваши действия. Да, да, закон о полиции. Чего закон о полиции? Даже у меня в телефоне он есть. Ну, закон о полиции, как они должны общаться и основания проявлять и тому подобное. Он у тебя где есть? В телефоне прям распечатанный. Ну, не распечатанный, а отшкринин. Он сказал, что я не так сильно силен в компьютерах и тому подобное. Но с кримом-то я умею делать. Ну, так ты читал этот закон о полиции? Конечно. Так я же тебе про что и говорю. Все доводы, которые ты им там произвел, им все равно. Вот, я тебе говорю о быках в погонах, проще так сказать. Которые просто скрутили и увезли. Не важно, что ты им говоришь. А таких же куча, согласись? Куча. Но все зависит от того, все зависит не от того, кто пришел. Еще очень многое зависит от того, как ты к нему относишься. Если ты на словах его называешь быком, еще и при этом думаешь, что он бык, то он и обязан вести себя как бык. Он и будет себя вести как бык. Ага, понял. Я понял, о чем ты говоришь. О чем? Мысли материальные. Ну, не только об этом. То, о чем ты думаешь, ты то и притягиваешь. Я понял, понял. Я же говорю мысли материальные. Это я тебе вкратце сказал. Я понимаю, о чем ты говоришь. Вот еще ситуация не настала. Еще ты в магазин не пошел. Еще их никто не вызвал. Еще им вызов не поступил. Еще они не приехали. Нет, я уже пришел в магазин. Я уже пришел в магазин. Да подожди. Ты уже оттуда ушел. Ну да, я ушел уже оттуда. Ну так а что ты мне говоришь? Я тебе говорю про будущее. Что еще ситуация не настала такая, что они приехали. А ты уже относишься к ним как к быкам. Так кто приедет? Бык или человек? Не знаю. Ну как не знаю? Наверное, приедет. Как тебе? Человекоподобный бык? Да. Минотавры что ли или кто? Нет, ну просто понимаешь, никакого доверия к ним нету. Вот просто никакого доверия. Так а при чем тут они? Ты себе доверяй. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я это услышал. Не должно быть доверия. И отсутствие доверия тоже не должно быть. Вот у вас либо человек приехал, либо бык. А как же Минотавр? Минотавров. Человеком Минотавр-бык. Ну. В одном лице. Ну а Минотавра, а что на голове? Что? У Минотавра на голове что находится? Рога. Ну. Наверное. Ну. Или уши. Ну и что он будет делать? Разговаривать или рога использовать? Ну почему? Он умеет разговаривать. Ну у него же рога наговорили. Ну еще и рот у него есть. Ну. Ну. Это я говорю, что он может либо разговаривать, а от него невозможно что-то понять. Он либо будет разговаривать, либо будет рогами своими. Я тебе хочу пояснить, чтобы до тебя дошло. Вот ты думаешь, что он бык. А он приезжает и не поймет, почему он в тебе видит быка. Что ты тут не отстаиваешь свои права, не просто пришел покушать хочешь, а ты реально вот бычишь и похож на Минотавра. И он приезжает и не поймет, почему ты ведешь себя как Минотавра. Хотя выглядишь как человек. А проблема-то в тебе на самом деле. Ты его вот так вот, ты ему такую мысль послал. Ты его так обозначил. И он вынужден защищаться. И он просто не понимает, что происходит. Он сам не понимает, что происходит. Он приезжает, смотрит, какой-то покупатель, бычица, похож на него, ведет себя как Минотавра. Ну и все снова его скручивать будут. Что с ним разговаривать? Так я понимаю, о чем ты говоришь. Я же тебе только что объяснил. Ну. Два момента. Вместе с которым ты объясняешь, показываешь, доказываешь. И им все равно. Ну вот я тебе, его, стой. Ты не услышал меня. Я тебе еще раз говорю. Он приезжает и видит перед собой Минотавра. Какие, что он ему будет рассказывать? Про постановления, что ли, какие-то? Про губернатора, про что у него есть инструкция. Какой смысл Минотавру объяснять, что такое закон? Да его скручивать надо быстрее, пока он врага в свой вход не пустил. Я тебя услышал, я понял, про что ты говоришь. Я это понял. Нет, не понял. Я уверен, что не понял. Я уверен, что я понял. Ну так если они приедут, кто приедет к тебе? Ну, пускай будут полицейские. Но они приедут. Заранее подготовлены к тому, чтобы составить протокол. Вот если ты думаешь, что приедут полицейские, то они будут себя вести как полицейские. Я понял. Мысли материальные. Я же не сказал об этом. Да, это ты понятно, что понял. Но ты не понял главную суть, к чему я веду. Вот раньше ты их называл... Стой. Первое слово у тебя были мусора. Да. То есть какие-то, я не знаю, которые вывозят или привозят мусор. Ну, в общем, сам себя ты мусором назвал. Поясняю. Вот буквально. Да, слушай. Дальше. Ты их назвал быки. То есть сам себя минотавром назвал. Вот они приедут, смотрят какой-то, какой-то этот, то ли бомж, то ли минотавр, то ли бык какой-то. А теперь ты их называешь полицейские. Вот они, как полицейские приезжают и смотрят, о, какой-то нарушитель. Право порядка. А мы обеспечиваем порядок. Ну-ка поехали отсюда. Так как к ним надо относиться, чтобы ничего не было? Как себе. Ну, а ты кто? С уважением. Ты кто? Я живорожденный мужчина. Сначала владелец был, потом мальчик. А теперь я мужчина. Ну, а живорожденный о чем говорит? Что ты родился откуда? Кто тебя создал? Господь. Нет, буквально, кто создал? Мама с папой. Ну, это о чем говорит? Что у того, кто приехал, есть мама с папой. Он когда-то был ребенком, таким же, как и ты. Ну. Так а почему ты его то мусор, то бык, то этот полицейский обзываешь? Да я потому что ни разу не встречал другого, понимаешь? Вот в моей жизни я не видел ни одного. Ни одного. А ты что, много по камерам был, в психушке побывал? У меня жизнь веселая, ну нет, психушкой цу-цу-цу, конечно. Жить у меня веселая была тоже. Ты в отделе бывал, нет? Где там вообще, вот реально, на первый взгляд, кроме, как сказать, там у всех плечи выше погон. Я тебе расскажу одну историю, как, я помню, шел домой, меня остановили тогда еще полиция, по подозрению, в 90-е годы там кто-то с кого-то снял шапки. А я шел, у меня друг жил через подъезд, меня у подъезда моего принимает, и меня били до утра, чтобы я осознался, что я шапку эту снял. Как мне к ним относиться? Ты тогда тоже думал, что у меня мусора и минотавры и все такое? Когда начали, они свобеспредел, конечно. Один из меня начали из-за моего соседа, представляешь? Ну ты мне можешь не рассказывать, у меня тоже много чего произошло в моей жизни. Вот, просто, как мне к ним относиться? А как, как? Когда я подавал прозыв к твоему ребенку, послушай. Да е, подожди, давай я тебя послушаю. Подожди, кто кому позвонил? Я тебя. Ну я могу высказать свою точку зрения? Да. Мне твоя точка зрения тоже интересна. Просто я хочу первой высказаться, чтобы ты услышал меня. Я знаю, что ты хочешь рассказать. Ты хочешь рассказать об очередном беспределе. А ты мне задал вопрос, как к ним относиться. Я хочу ответить на твой вопрос, потому что ты позвонил с вопросом. Если ты звонишь, чтобы мне рассказать очередной беспредел, я не вижу смысла в разговоре. Я вон могу включить интернет, набрать беспредел и смотреть всю жизнь этот беспредел. А вот ответа, почему они так себя ведут или как с ними себя вести, там нету. В интернете нету. Ну так слушай, ты задал вопрос, если. Как себя вести, вот ты спросил, если происходит беспредел. Вот у меня, когда в камеру поместили, здесь в Ургуте, в последний раз-то, меня это, ну естественно там, пакет на голову этот, когда меня с ОМОНом из квартиры забрали, пакет привезли в отдел «Э», посадили на стул в наручниках, одели два пакета на голову, ну там чуть-чуть дырочки понадели. Честь призвалась. Ага. На чем я остановился? Одели два пакета на голову. А, вот, да, два пакета надели на голову, сделали дырочки, чтобы не задохнулся. И начали сбивать. Наручники были сзади, за спиной. То есть я сидел, у меня наручники за спиной, начали сбивать. Там вокруг меня, ну человек 10 было точно. Они прям обсуждали, как бить, за что бить, там говорили всякие угрозы. Еще одно видео, ты достал весь город, еще одно видео, я тебе лично положу один килограмм героина в карман. Ну и вывезли в лес, в психушку и все подобные угрозы. Вот, и избивали, и потом достали электрошокер, начали в левое бедро, короче, ну не знаю, раз в восемь точно стукнули электрошокером. После этого меня заводят в камеру, меня оттуда выводят, я им говорю, благодарствую. Меня заводит конвоир в камеру, я оборачиваюсь и говорю, благодарствую. Хотя мне трудно было говорить, у меня все легкие, все печень, все ребра, короче, были отбиты. Я захожу в камеру, говорю, благодарствую. Рассказываюсь о камерникам, где я был и что со мной происходило. Они говорят, так ты, говоришь, зачем им благодарствую-то говоришь? Ты что, псих, что ли? Ясно, о чем я говорю? Или не ясно? Да, ясно. Так я, а вот дальше, слушай, что я им отвечаю, с о камерникам. Вот я говорю, человек верующий, вот если я предстану перед Творцом, вот все же рано или поздно помрут, и, возможно, там нас на небесах ждет Творец. Так вот, если он меня встретит и начнет судить за все, что я понаделал в этой жизни, он вот эту ситуацию будет обязательно разбирать. И он призовет всех и каждого. И начнет судить. И посмотрит. Так, что делали эти полицейские? Ага, против воли, это там, из квартиры забрали, против воли наручники надели, побили по беспределу, все не по закону, постановление фальшивое, короче, все подделали, избили человека, угрозы сплошные ему, еще и килограмм героина, короче, пакеты на голову. Ну, в общем, побеспределили по полной программе. Ну, есть за что судить, согласись. Ну, да, да. А что сделал Булгаков при этом? Ну, так называемый Булгаков, персона. Что сделал живой мужчина, хозяин имени Антон? В этой ситуации, во всей вот этой картине, что он сделал? Я же говорю, простил, благоринг пожелал. Он не то, что ничего не сделал плохого, он не то, что ничего плохого не сделал, он еще в ответку благодарствую сказал. За что его судить? Логично? Да, я понимаю, противоделившись. Ну, так вот тебе ответ, как себя вести. Не безобразничай, не будь быком, минотавром, мусором и нарушителем. А какие слова для этого использовать, так это выбор за тобой. Я не могу тебе написать шпаргалку, которая будет универсальной и действует для всех. И для минотавров, и для мусоров, и для людей, и для человеков, и для полицейских. Такой нет. Вот мне постоянно спрашивают, дай алгоритм действия в суде. Нету такого алгоритма. Да нет, алгоритма нет. Я, смотри, может быть, я много от тебя чего услышал. Да, вот сейчас у меня, когда ты сказал, что я повернулся и сказал благодарству, я понял, о чем ты говоришь. Потому что я так же, как и ты, тоже под Богом хожу, и я верю в Бога. Ну, а вот смотри, а вот ты зашел, ты уже ходил в магазин, развернулся и ушел. Но при этом ты что подумал, что кто приедет? Да я даже не подумал об этом. Нет, да я уверен, что ты подумал. Ну, Бог, творцу-то, конечно, виднее. Ну, вот представь, ты мне можешь не объяснять, это ты перед творцом все равно ответишь. Рано или поздно. А ты вот представь, работает человек в полиции. Допустим, он там честно работает. И тут бац, на него навешивает ярлык. Бык, мусор и минотавр. Вот если он человек верующий, он обратится к творцу с молитвой. Творец, а что это такое происходит? Я еще ничего не сделал, а на меня ярлык навесили. И творец обязательно разберется. И потом не удивляйся, что тебе даже вот в этой ситуации прилетела обратка. Подобное притягивает подобное, да? Да при чем тут подобное? Я тебе рассказываю, как в моем мировоззрении, что происходит. Я миллион раз убеждался же именно, что... Я же тебе не просто так рассказываю, что я это все себе нафантазирую. Я миллион раз убеждался, что именно так все и происходит. Ну, другими словами. Относись к человеку так, как ты хотел бы, чтобы к тебе относились. Ты вообще сюда... Вот смотри, глобальный вопрос, самый важный. Главному подвожу, я тебе еще главный не сказал. Главному подвожу. Ты вот в эту жизнь зачем сюда пришел? Творить добро. И все? А, пройти достойный путь своей жизни. И все? И жить. И все? Ну, по крайней мере. Ну, а прежде чем творить добро, ты же должен узнать, что такое добро, правильно? Как ты будешь определять, где добро, где зло? Логично? Ну, это уже, конечно. Ну, то есть ты зачем пришел? Первым делом, по твоим словам, я так понял, отбелить добро от зла. Это как называется, опыт? Конечно, опыт. Ты пришел сюда, все мы сюда пришли, получать опыт и знания. Память. Что? Это называется память. Нет, память это то, что ты запомнил, физическое тело твое запомнил. Блин, жил бы ты в городе, может, в той телевизорке объяснил, что такое память. Нет, память, я тебе поясняю, память это функция мозга. Память без мозга не существует. А вот я тебе говорю про твою душу. У твоей души есть, а это не память называется, а это именно накопленный опыт. Это в душе все хранится в виде ощущений. Вот от твоих ощущений очень много чего зависит. Вот на данный момент, ну, на начало звонка, у тебя были ощущения, что к тебе приедут мусора, минотавры и полицейские. Да. Ну. Это вот твои ощущения. Я тебя перевожу на язык творца, что происходит вообще. Это называется память. Это те ощущения, которые ты принес из прошлой жизни. И ты с ними до сих пор жил. То есть ты вот такой опыт получил. Так вот я тебе поясняю. Если ты хочешь чему-то научиться в этой жизни, вот ты меня спрашиваешь, как тебя вести. Главный вопрос. Как с ними тебя вести? Так если ты хочешь научиться, то ты не мне звони, а ты с ними научись. Вот если ты будешь к ним относиться как к учителям, как к преподавателям, как к наставникам, то приедет именно тот преподаватель, наставник и учитель, который тебя научит, как с ними себя вести. Ты опыт приобретешь. Вот мне многие говорят, как с ними бороться. А борются только в борьбе. Боюют только в войне. А в войне и в борьбе всегда есть проигравший. Ты хочешь быть проигравшим? Пострадавшим? Конечно нет. А в учебе есть проигравший и пострадавший? В учебе, да. С чего? А, ну да, хотя нет. Нету опыта. Все приобретают тот или иной опыт. Либо ошибки свои, либо ошибаются, либо делают правильно. Но все равно это опыт. Негативный опыт тоже опыт. Ну да, да, негативный опыт тоже опыт. Из школы выходят выпускники. Это буквально звучит, как его выпустили. Все, его уроки окончены. Свободен, гуляй. Иди учись дальше. Мы тебе ничего не можем дать. Так вот, если ты к ним будешь относиться как к учителям, они приедут, дадут тебе уроки и выпустят тебя, если ты научился. Прямо там же в магазине выпустят. То есть они скажут, ну это нормальный, адекватный человек, хорошо общается. Относится к нам адекватно, то есть как к учителям. Мы у него чему-то научились, он нас чему-то научил, что-то рассказал. Хороший человек. Что вы до него докопались? Он прав. Все, и уедут. Ну, продайте ему без маски, да? Ну, там уже как-то все от тебя зависит, как ты ситуацию разрулишь. Ты там главный ученик. Я понимаю. Ты там и ученик, и учитель одновременно. Ясно? Слушай, да, я тебя услышал, спасибо тебе за это. Как бы ты не напомнил о том, о чем я давным-давно забыл, что я прежде всего тоже человек. А кто тебя заставил об этом забыть? Ну, вот по отношению к людям в погонах, наверное, они своими действиями. Ну, так они пытались тебе напомнить. Они пытались тебя научить, даже своим беспределам. Вот это очень трудно заметить, когда тебя бьют электрошокером, чтобы вокруг тебя учители. Да. Хороший этот. Они бы ты мне об этом напомнил. А вот самое главное, когда я попал в эту так называемую «мясорубку», в кавычках, потому что это, ну, можно сказать, мой самый великий урок был в жизни, когда меня вот это все прокрутили, и, то есть, там уже за два дня до сдачи в психушку пришел начальник отдела Э, Луценко Дмитрий Николаевич. И очень долго мне катал, что, типа, ты не прав, ты, короче, сейчас заедешь по статье 282.1 Организация экстремистского сообщества. Ну, и, короче, нарисовал всю перспективу, как он думал. И говорил, говорил долго, там, про свою жизнь тоже рассказывал, много примеров. Ну, короче, такой разговор серьезный был. И вокруг были опера, те самые, которые меня из квартиры доставали. Я очень внимательно его слушал, и я держал в мыслях только это, только одну мысль. Я как бы, ну, участвовал с ним в диалоге, но в основном он говорил. Я держал одну мысль. Творец, дай мне, дай мне, дай мне, дай мне это, ответ. Правильно ли я себя веду? Поговори со мной через вот этого человека. И знаешь, что он сказал? Ну, ты говоришь через людей, все правильно. И знаешь, что он сказал? Нет, откуда же я знаю. Начальник отдела Э, находясь при должности, в погонах, в мундире, сидя напротив меня, на стуле, в помещении за решетками, где меня пытали. Между слов, вот в этой своей длинной речи, сказал одну фразу. Да будь ты человеком. Потом еще сказал много слов, а потом спросил, ну, что скажешь? Он хотел услышать от меня, что все, я все бросаю, короче, я теперь ниже травы, ниже воды, все, можете забыть про меня. У меня, ну, больше нет, все. Я ничем не занимаюсь, все, я затих. А я ему говорю, он спросил, ну, еще дальше будешь делать, что думаешь? А я его поймал на слове, я говорю, а я, это, как вы мне посоветовали, так и буду делать. Он, в смысле? Я говорю, ну, вы же мне дали совет. Какой? Я говорю, вы мне сказали, да будь ты человеком. Вот я и дальше буду человеком быть. Я и дальше буду человеком. И тут он все понял. Чем закончилась история? Ну, чем? Через два дня сдали психушку, я там пробыл 62 дня незаконно, меня ни кололи, ни пичкали, и по апелляционному определению вышел оттуда. Ну, насмотрелся я там, конечно, очень много. Это, а как ты в апелляционку подал, если тебе не дали ни бумажку, ничего? А вот так, в соображалку флющил. Мне сказали, пиши, мне сначала ни бумагу, ни ручку, ни карандаш, ничего не давали. И вообще заявили, пиши крови. Ага, на чем? На чем? На туалетной бумаге, которой нет. На стенах у них писать или где крови писать? Ну, это была, как тебе сказать, провокация. Там каждое слово, каждая буква, каждое действие, ежесекундным были постоянные провокации. И смотрели, как будешь реагировать. Вот то, что ты в магазине там мне описываешь, скручивают, так это вообще детский репет по сравнению с тем, что за один день психушки происходит. Ну, в итоге-то как ты вышел оттуда? Я же тебе говорю, по апелляционному определению. Ну, как ты дошел до тогда апелляционного, без бумаги? Как? Включил соображалку. Включил соображалку, иду по коридору, смотрю, висят эти творчества наших пациентов, такой стенд. И рисунки вставлены. Я смотрю, о, значит, где-то есть много цветных карандашей и много цветных ручек. Пошел, пообщался с пациентами. Нашел карандаш. Договорился, чтобы мне дали карандаш. Нашел бумагу. Потом, ну, ручку мне никто не давал, потому что там обычно, это, ну, как сказать, новенькие мне вообще ничего не дают. Сначала их проверяют, кто такой и на что способен. Потому что там реально бывают такие пациенты, которые берут любой длинный продолговатый предмет и втыкают в глаз другому. Это я понимаю. Ну вот, первую свою ручку я там приобрел за тысячу рублей. Договорился, что когда выйду на свободу, перечислю или при первой же возможности, если появится связь, то на определенные реквизиты будут перечислены на тысячу рублей. Вот так я ручку нашел. Хорошо. Я понял, как ты нашел ручку, бумажку. Ну, там обстоятельства. Как ты вышел это все? Тоже за тысячу рублей? Так там целый сериал надо снимать на 20 серий. На 62 серии. То есть нашлись добрые люди, да? Ну как добрые? Все зависит от тебя. Я к ним относился. Я к ним относился именно как к добрым людям. Я понял. Именно поэтому они и нашлись. Все, ты вышел из этого, из дурдома. А тебя, кстати, по бескределу незаконно туда определили. Это так-то так. Вот так. Знаешь, что написали в этом направлении? Вот этот же Дмитрий Луценко, начальник отдела, именно он направил. Дважды причем. То есть они меня сначала привезли и сказали, давай подписывай добровольно, что ты хочешь пройти курс лечения. Я не псих, я не буду ничего подписывать. Я здоров, все, до свидания. Ну они взяли, в суд обратились. И второй раз меня туда по беспределу назначили бессрочное принудительное лечение. Бессрочное? Бессрочное. По закону они обязаны назначить срок определенный. Месяц, два, до полугода. А они срок не указали. То есть бессрочное такое. Все, его надо лечить. Причем пожизненно. Я только не нужного общества человека. Но они потом сами были не рады, что они спрятали. Они так спрятали, что шумиха на весь мир поднялась. Как они ответили за это все? Ну пока мало как. То есть вот этот Дмитрий Луценков, он стал начальником отдела полиции номер три. Но самый главный этот полицейский, это Ерохов, начальник города Сургут, ОМВД. Он был вынужден уйти в отставку. Но его там сейчас выше поставили в этот ХМАУ. Но я каким-то заместителем начальника отдела по работе с общественностью. Но я через месяц позвонил туда, поинтересовался, как у него дела. И мне секретарша открыто сказала, говорит, да он, говорит, какой там отдел, говорит, он там сидит в чужом кабинете на стуле, у него ни компьютера, ни телефона, ничего нет. Мне все говорят повышение, а я им говорю, а какое это повышение? Командовал всем городом, а тут бац, сидит в чужом кабинете без компьютера, без телефона на чужом стуле. Ну, понятно, сидит на табуретке и думает, зачем он... Да, и недавно он же все надеялся, что он пойдет в ХМАУ, то есть начальником округа станет полиция. Ему отказали, поставили другого. То есть у него сейчас один выход на пенсию, а на пенсию они никому не нужны, про них все забывают. Странно, мгновенно. Да. Систему не понимает, да? Нет, я от себя все зависящее сделал. Я... У меня столько этих было сообщений о совершенных преступлении. Только в прокуратуре находится выше моего роста. А еще в Следственном комитете выше колена. А еще... Это только в Сургуте. А я же по всем трем уровням писал. И в ХМАУ, и в Генеральную прокуратуру, и в Следственный комитет РФ, и в ХМАУ, короче. Ну, там, я не знаю. Наверное, весь багажник легковой машины будет заполнен моими заявлениями. Ничего не видят, ничего не слышат, никто не наказан. Ну, частично. Ну, вот этому. Прокурор города Сургут выписали этот... Какое-то наказание. А вот этот, который тебе там отвечал, что... Который неправильно тебе там ответил. Я смотрел недавно. Прокурор. Что у него фамилия-то? Балин? Который трубку убросил. Кочуров? Да, да. Ну, да... Его тоже поимели, да? Ну, как? Да я откуда знаю, что с ним там сделали. Ты такой интересный. Не, ну, он больше так не делает. Людмитов еще не ведет. Наверное. Все зависит от тебя. Он с каждым разом ведет себя все лучше и лучше. Они же тоже не могут, как тебе сказать, раз и переобуться. Я же тебе рассказывал, если у них погоны между подошвой и полом находятся, они на уровень плеч сразу не смогут... Выше плеч сразу они не смогут подняться. Ну, да. Вчера смотрел видео про честного полицейского, которого застрелили в голову. Три раза ему пули спустили. А ты к чему рассказываешь? Может быть, они поэтому нечестные. Понятия не имеют. Не знаю. Я работал себе. Честно, нет службы. А его взяли и застрелили. То, что он терпит. А ты думаешь, что зря, что ли, этим судьям на законодательном уровне прописали, что у них теперь должно быть табельное оружие с патронами? А, он теперь и судей? Да. Сейчас все судьи по законодательству обязаны иметь оружие. Пормально пускай ходят. И боятся. Да, вот мне это не надо, чтобы они боялись. Нет, они, понимаешь, они... Я, наверное, мало... Я знал одну судью, Царство Небесное, которая была действительно судьей. Но после... Но она умерла уже. Она... В общем, я тебе вкратце расскажу. Мужик приехал на поле, а у него картошку копает. Ну, воружит. А, после Силипа Патасовки, короче, он приехал на велосипеде, у него был носок от велосипеда. Силипа Патасовки, короче, он этим шомпулом убил этого человека, который копал у него картошку. А этот человек, который у него копал картошку, был капитан милиции. И она... Ну, это только в России, мне кажется. Она была в суде. Так вот, она оправдала этого человека. Ну, снять все обвинения. Ей и с Москвы, ей что только не делали. Она, нет, он был честен, он... Все, она оправдала. Вот таких судей нам надо поднимать, которые действительно по закону. Вот про нее можно сказать, что у нее мантия выше плеч. Согласен? Да. Можно сказать, что она вообще без мантии, потому что она по-человечески поступила. Да, она... Просто, представляешь, ее там и с Москвы, что только не делали. Вообще, вот что только на нее, как только не давили. Нет, она от своих слов никак не эта. Все, она оправдала. Ну, а с другой стороны, убивать за картошку, ну, это несоразмерное наказание. Да, там тот, тот начался, там же, ну, в это... Как же там, возня была. Представляешь, ты приезжаешь, все стоит, тот это копает, ему говоришь, что что там начал. Ну, естественно, ты его пытаешься задержать там или еще что-то, да? Все, началась драка. Ну, он у нас насоса и... И порешал его. Да, такое только в России может быть. Это единственное то дело, которое я знаю, потому что она... Я с ней общался, я ее знал лично. Мы сидели на нее, кушали с другом, она нам рассказывала. Нет, ну, она много чего рассказывала, ну, везде честно, но я тебе просто выделил тот момент, что... Вот как судья. Ясно, ясно. Слушай, долгий разговор. Я хочу... Я очень много чего интересного рассказал. Я могу этот разговор разместить для всех? Я ждал этого ответа. Я вот все время с тобой разговаривал с вопросом и думал, задашь ты мне этот вопрос и что же я отвечу на этот вопрос? И? Как бы, мои мысли такое было, что... Ну, ничего интересного для людей не будет, да? И с другой стороны, я тут же поймал себя на мысли, что, может быть, людям тот именно разговор, который... Ты же можешь монтировать, да, разговор, или ты хочешь весь его выложить? Нет, я выложу только то, что ты позволишь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!